Друзья, привет! С вами новости с Антоном Хардиным. Покажу сегодня, до чего дошло федеральное телевидение. Расскажу про новую ладу и сколько она будет стоить. Про то, что будет с ценами на продукты. Но это далеко не всё. И начнём мы с того, до чего докатилось федеральное телевидение. Многие паблики в Телеграм разместили видео с Киселёвым с припиской. Мол, пропагандист Киселёв на полном серьёзе разоблачает Запад, зачитывая новость от сатирического издания. И вот, казалось бы, опять Киселёв наврал, опять вставил что-то, что не соответствует действительности. Но здесь всё не совсем так. К сожалению, админы многих пабликов поняли эту информацию совсем неправильно. Давайте сначала посмотрим... Ну не абсурд. Прямо щепнуть себя хочется. Не сон ли это? На этом фоне пришло сообщение о том, что учёный совет Оксфордского университета в Британии решил аннулировать все дипломы, выданные детям российских чиновников и их близким родственникам, выданные с 2014 года. Ну не абсурд отменять свои же дипломы. Причём даже деньги за обучение не возвращают. Это же Оксфорд, где как-никак учились Борис Джонсон и даже Ли Страс. Ну и что? У нас демократическая страна, и мы не можем выдавать дипломы представителям варварских тоталитарных режимов. Полиция уже получила предписание уничтожать все университетские дипломы, найденные при обыске у детей российских чиновников. В ближайшее время аналогичные меры примут и другие крупные университеты. Рассчитываем, что вузы в России тоже присоединятся. Как вам такое? И всё вот, друзья мои, ничего. Паблики почему-то зацепились вот именно за этот кадр. Ухватились и начали тиражировать эту новость, как Киселёв сослался на Панораму. Панорама, чтоб вы знали, это сатирическое издание. Все новости, которые публикуют на Панораме, это выдумка. Само издание об этом сообщает в конце каждой новости, что все новости – это сатиры. Но дело не в этом. Киселёв и говорит, что это сатирическое издание. Суть ролика немного в другом. Но это добавляет ещё большей абсурдности. Стали разбираться, потом выяснилось, что это шутка, сетевой троллинг, на котором специализируется известный сайт panorama.pub. Вот он тут же, Киселёв, признаётся в том, что это сатирическое издание. То есть вроде ничего такого, но интересное начинается наоборот дальше. С другой стороны, сам характер нынешнего юмора говорит о многом, его направлении. Но звучит-то правдоподобно. Ведь и в жизни так, и если, положа руку на сердце, спросить себя, что более абсурдно – лишение оксфордских дипломов или санкции против актёров? Однозначного ответа ведь нет. И то, и другое – абсурд. Но ведь, значит, возможно, и то, и другое сегодня. Всё ещё впереди. В бессильной злобе все рациональные методы против России и русских уже исчерпаны. Остались только иррациональные. Киселёв говорит, вот эта сатира, она на проклятом Западе превращается в реальность. И что не факт, что завтра не произойдёт это по-настоящему. И вот в этом-то и заключается весь абсурд. Дело в том, что наши пропагандисты тыкают на Запад, видят там соломинку, а у нас вот такое бревно, и его почему-то мало кто из пропагандистов замечает. Давайте я вам сейчас расскажу несколько новостей просто для себя. Буквально на секунду задумайтесь, может это быть правдой или это неправда. Правда это или нет, вы узнаете буквально сразу. Но просто поймайте себя на мысли. Первая новость. Центробанк планирует возобновить печать 10 и 5 рублёвых купюр. То есть вот эти десятики и пятёрики железные заменить на бумажные. Как вы думаете, реально это новость или нет? Сейчас, в то время, когда 5 или 10 рублей на них вообще ничего не купишь, Центробанк действительно будет выпускать 5 и 10 рублёвые купюры. Почему? Потому что ситуация дошла до того, что производство 5 и 10 рублёвых монет стало дороже, чем эти сами монеты. Раньше было невыгодно производить всё, что ниже 5 рублей, сейчас дело дошло до десятки. А бумажную десятку стоит напечатать дешевле, чем произвести металлическую. Всё в принципе логично. Но похоже новость на абсурд. В России-то 21 века очень даже. Вторая новость. Депутат Госдумы предложил переименовать Киевский вокзал в Брянске. Вот как думаете, правда это или нет? Да, правда. Предложение поступило от депутата ЛДПРовца Власова. И оно уже направлено в мэрию Москвы сегодня. Третья новость. Китай прекратил инвестиции в Россию через проект «Один пояс, один путь». Пропагандисты рассказывают о том, что сейчас мы, разрывая отношения с Западом, будем настраивать отношения с Китаем. И вот здесь казалось бы, ну Антон, наверное это всё-таки абсурд, наверное это неправда. Нет, ребят, и это тоже правда. Российская Федерация за 6 месяцев 2022 года по линии инициативы «Один пояс, один путь» не получила финансирования и инвестиций Китая. Это следует из доклада аналитического центра «Гринфинанс и девелопмент центр». То есть вроде китайские братишки, а вроде и табачок-то врозь. Так что Киселёв рассказывает о том, что на Западе вот какие-то абсурдные моменты, но то, что у нас происходит, это отдельный вид искусства. Но пропаганда, конечно же, об этом молчит. Вот ещё одна новость, которая похожа на абсурд, сразу скажу, что это правда. И закончим с гаданиями. АвтоВАЗ будет выпускать новую упрощённую «Лада Нива». Тот самый полюбившийся отечественный автомобиль. Они назвали цену и здесь хоть стой, хоть падай. На официальном сайте АвтоВАЗа радостная новость. «Нива Легенд» снова в продаже. Ура, товарищи! И вот они пишут, что новая «Лада», упрощённая, будет стоить от 796 тысяч рублей. Округлим до 800. Друзья мои, 800 тысяч за абсолютно пустую Ниву. Почему пустую? В ней не будет ни подушек безопасности, в ней не будет АБС. В ней будут колёса, будет кузов, будет коробка. Это всё будет. Старый двигатель тоже будет. Но каких-то малмальских удобств не будет от слова совсем. Также пишут, что автомобиль адаптирован к установке аксессуаров. Предусмотрена проводка для аудиосистемы и предустановлена антенна. Вот это да, вот это рывок, скачок и прорыв. Вот это я понимаю. Причём они подают это как новую комплектацию. Комплектация без комплектации. Ну и в СМИ это подают. Как настоящую победу всей команды АвтоВАЗа. Действительно победа откатиться по технологиям на век назад и произвести новую старую Ниву. Победа, определённо победа. Теперь, что касается продуктов питания. Не менее абсурдная по заголовку новость, но тем не менее она имеет место быть. МКРУ, друзья мои. Продукты питания ждёт новый ценовой рывок. Что подорожает, пишет МКРУ. Новый ценовой рывок. Вот, наверное, о каком рывке Путин говорил. Друзья мои, вот сейчас один рывок и всё. И штаны с россиян будут спадать. И в общем целая статья посвящена тому, как же и сильно растут и вырастут цены. Сыры, ряженка, кефир и прочие молочные продукты уже в скором времени подорожают процентов на 20. Корреспонденты МКРУ уточнили у фермера, откуда же берутся такие цены. И вот о чём фермер говорит. 50% стоимости молока занимают корма. Пшеница, овёс, кукуруза, жмых, комбикорм сегодня он стоит 25-30 рублей. А год назад был 15 рублей за килограмм. Может ли продукция не подорожать? Но также добавляют, что прогнозы по мясу не очень утешительны. В национальной мясной компании не исключают роста себестоимости разных видов мяса на 15-20%. В основном это касается говядины. Сейчас она и так стоит просто космических денег, если честно. Ну что, друзья мои, рывок, определённый рывок. Так что стоит ли ждать снижения цен на что-то? Ну да, на что-то сезонное возможно цены снизятся. Но с учётом того, что нарушается логистика, с учётом того, что даже картошку из Египта завозят, и с учётом того, что погода у нас сейчас в среднем по стране, ну не очень, что-то подсказывает, что картошка очень скоро та же будет по цене ананасов. Теперь же давайте немного вернёмся назад к СМИ. О чём же СМИ рассказывают и о чём умалчивают? Давайте сначала о том, что же СМИ рассказывают. В сети появились скриншоты того, как сейчас выглядит телепрограмма разных федеральных каналов. Я хотел бы показать это тем, кто не смотрит телевизор, чтобы вы понимали, что сейчас происходит в эфире. Вот, допустим, понедельник, Россия 1. В общем, одни сплошные вести, одна сплошная агрессия, потом пару сериальщиков, опять что-то про бандитов, и всё. Кроме агрессии мы ничего не увидели. Открываем на воскресенье телепрограмму Первого канала. Большую часть воскресенья на Первом канале транслировали вот это. Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть первая русофобия, часть вторая пропаганда, часть третья враги, часть четвёртая война, потом новости, потом опять русофобия война, потом опять новости, потом опять русофобия война, потом повесть о щиром коммунисте, потом специальный репортаж, потом время, ну и так далее. а вы все видите сами. Весь, по сути, выходной день первый канал занял эфир русофобией, пропагандой, врагами. Ребят, я хотел бы вам показать маленький кадр из того, чем сейчас кормят телевизионного зрителя. Что же там, как сказал Киселев, people хавают. Поскольку люди всегда моделировали мир по себе, то недостатки, приписываемые другим, как правило, оказывались их собственными. Так американцы исторически изображали русских манипуляторами и агрессорами. Недостатки, которые есть у нас самих, мы приписываем другим. Совершенно верно, здесь согласимся. Но вот Америка проклятая, она русским приписывает все самые худшие грехи. А мы-то белые и пушистые. А мы-то ведь молодцы. Мы не врём, мы не агрессивные, мы добрые, у нас самая лучшая культура, у нас всё самое лучшее. А вот все остальные, это загнивающий Запад, проклятая Америка. Это вот всё они русофобы проклятые. Чуете, да, вот эти двойные стандарты? То есть мы приписываем другим свои грехи и тут же они обвиняют Америку в русофобии. И в то же время кормят телевизионных зрителей американо и европофобией. Кстати, как пример того, что все врут, а мы вот такие белые и пушистые. Отмотаем время немного назад. Вернёмся к 1 мая 2022 года. 1 мая 2022 года, акцентирую внимание на дате, Лавров заявил, что Россия не ставит целью смену режима на Украине. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и отдать приказ прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру. Так, опять обвинение американцев и опять у нас нет такой цели. Теперь, внимание, тадам! 24 июля 2022 года. Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров. 1 мая он говорил, что у России такой цели нет, а теперь, оказывается, у России такая цель есть. Показываю его слова с переводчиком. Россияне и украинцы будут жить вместе. Мы поможем украинцам избавиться от этого режима, этого античеловечного, антиисторического режима. Так, американцы врут, американцы ставят себе цель смену режима, а у нас такой цели нет, но она спустя пару месяцев уже есть. И вот вопрос, как после такого верить тем людям, которые стоят у руля? Зато, что же не показывают по экрану федерального телевидения и этого нет вообще в новостях. Россия, друзья мои, Московская область. Мало кто знает, но в Ногинске полицейские разогнали народный сход, задержав его участников и организаторов. Мероприятие было анонсировано Народным советом города Ногинск. И повестка состояла из нескольких пунктов. В одном из этих пунктов жители собирались обсудить инцидент, как сообщают местные, с пьяным дебошем и избиением жителей города, в котором участвовал начальник МУ МВД и местный глава. Об этом так вскользь упоминало издание МЭШ. И люди вышли, потому что недовольство в людях закипело. Но вот этот народный сход просто-напросто приехали и разогнали. И вот ответьте на вопрос, вы слышали об этом с экрана федерального телевидения или может быть хотя бы в каких-то местных новостях? Нет, об этом не рассказывают. Нам рассказывают про какую-то русофобию, нам рассказывают о том, как там в Америке плохо или на Западе. Но нам не рассказывают то, что происходит у нас в стране. А из-за чего сырбортов Ногинский? Местные жители стали недовольны тем, что местный глава избил соседа пенсионера и его жену вместе с телохранителем. Но имеется в виду, что глава с телохранителем был. И люди недовольны тем, что следственный комитет спускает все на тормозах. Не знали о таком, правда? Конечно же не знали. Поэтому делитесь роликом. Не забывайте подписываться на канал, так как это очень помогает в распространении информации, чтобы как можно больше россиян узнавали правду. С вами были новости с Антоном Хардиным и я не прощаю.